Мы приехали в Саранду и вот только подошли к отелю и видим последние минутки заката. Вот такая огромная Саранда. Мы живем не в центре Саранды, а на Бугарке. И вот за Бугарком есть такой хороший пляжик маленький. Сейчас я чувствую, там ремонт идёт. Посмотрите, какой хороший. Бухточки свои. Так что тут потише, нет дискотек. Ребят, вот такой у нас вид на остров Корфу, на море, на Саранду. Тут какой-то немножко отель строят. Дали нам, кстати, делюкс. Номер лучше, чем мы бронировали. Сейчас я вам покажу немножко. Он трехместный, у нас двое. Он у них вроде бы стоит 40 евро. Ведь есть всё телевизор, холодильник. Я заплатила 30, она нам просто поменяла номер. Ну, в общем, неплохо. Интернет, конечно, есть, а плюс включён завтрак. Нет, я даже не 30 заплатила. Я набрала, я заплатила. 25 евро я заплатила в местных деньгах. И вот мы получили такой номер шикарный. Ребята, 5 евро стоит порция таких мидий. Ну, во-первых, они крупные, я вижу. Во-вторых, они выращены здесь, недалеко, на озере. Ну, а в-третьих, посмотрите на эту сковородку. И это всё мне с видом на море, правда, вечернее. Это 5.48 утра. И такой красивый рассвет. Оранжевое, розовое небо. Спокойное море. И город Саранда. Ультра, море Кашемид, лайнер. Ну, кораблик идёт на Корфу. Зашли узнать цены, и она говорит, что вот это такое огромное расписание, как корабль, такая ракета, вот она. На подводном курии. Да, она с людьми на Корфу ходит достаточно часто, как видите. А вот с машиной ходит всего лишь один раз в день Саранды. 16, а из Корфу обратно. Цена, значит, на человека в одну сторону 18 евро, а на машину 42 евро в одну сторону. Но для машины нужно делать резервацию. Я знаю, там мало места, вот на этом пароме. Но есть другое место, откуда тоже паром ходит на Корфу. Чуть-чуть позже узнаем.